Холод, невысокая активность, возвращение после отпусков в школу или детский сад с большим скоплением людей, организм в стрессе. В осенний период неизбежно снижается иммунитет, что приводит к заболеваниям. Чаще всего приходится лечить ОРВИ. В этом деле родители часто допускают ошибки. На приёме с мамой моя задача состоит в том, чтобы убедить её в доброкачественности течения этой инфекции. О том, что не нужно использовать полипрагмазию, это более пяти препаратов одновременно. О том, что не нужно в ранние сроки использовать противокошлевые препараты. О необходимости, о важности гидротации в первые дни интоксикации. Лучшее средство в борьбе с ОРВИ – профилактика. В этом помогут режим дня, правильное питание, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и закаливание. Необходимо исключать дефициты витамина Д и железа в организме ребёнка. Лучше не кутать чада, одеваться по погоде и учить его гигиене. Вакцинация остаётся самым популярным методом профилактики, который сопровождается множеством мифов. Один из мифов, например, я привился, но я всё равно болею. Что это может быть? Во-первых, это может быть постфакциональная реакция, когда место инъекции воспаляется, когда появляется папула, озноб, ломота, мышечная боль, головная боль. Это не является осложнением. Второе – это когда привитой человек от гриппа заболевает ОРВИ, потому что вирус от гриппа, вакцина от гриппа защищает только от гриппа, а не от других респираторно-вирусных инфекций. Если мы помним, их более 200 видов. Прививка поможет перенести заболевание в более лёгкой форме и защитит от осложнений. О том, как помочь ребёнку пережить сезон простуд, как верно измерять температуру и подбирать дозы жаропонижающих, можно узнать в расширенной версии «Беседы с педиатром». Смотрите новый выпуск передачи «Всё лучшее детям» 9 октября в 19.45 на канале 16. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.